Официально вступит в должность только 30 января. Однако уже сейчас без пяти минут генеральный директор футбольного клуба на рабочем месте. Нашему корреспонденту удалось ненадолго оторвать Айнура Мениханова отдел, чтобы побеседовать и представить новую персону общественности. Каких перемен ждать, какие задачи и цели являются первоочередными и главное, кто теперь все это курирует. Расскажем в следующем сюжете. Для Айнура Мениханова наш город и Челнинский футбольный клуб не чужие. Здесь провел детство и юность, болел за КАМАЗ. Но первый опыт руководителя различных спортивных проектов получил в Казани на универсиаде. В дирекции универсиады в департаменте спортивной программы занимался также антидопинговым обеспечением. После универсиады, по-моему, буквально не прошло и месяц, уехал в Сочи, пригласили в Сочи работать по направлению управления объектами. После зимних Олимпийских игр занимался инфраструктурными проектами и организацией мероприятий футбольного клуба «Рубин». Этот опыт нужен КАМАЗу, чтобы возродить былые традиции футбола. В первую очередь надо вернуть зрителей на стадион. Что нужно болельщику, выясняют с помощью диалога на специальных встречах, которые будут проводиться регулярно. У нас город полмиллиона, стадион 6 тысяч. Чтобы заполнить стадион, нужен 1% населения. Но неужели мы не сможем этого добиться делать? В данный момент ведется работа по обновлению клубного сайта, по модернизации, так скажем, полномасштабной. Что касается спортивной политики, то на этот сезон КАМАЗу ставится задача подняться с предпоследнего места в турнирной таблице до четвертого, а в последующем закрепиться в лидерах ПФЛ. Для этого финансирования достаточно. Появятся и новые игроки. Акцент руководства делает на местных воспитанников. Идет сезон, и хорошие игроки на контракте. Но есть у нас, кажется, кандидаты, хотят пополнить. Мы покупать никого не будем. Это и наши воспитанники. Есть у нас еще перспективные молодежи в дубле. Есть идеи глобальные, и на долгосрочную перспективу есть задачи на ближайшее время. Тут и медиапространство, и возможные инфраструктурные перемены. О проделанной работе и планах обязательно будут отчитываться перед болельщиками, отметил генеральный директор футбольного клуба. Ближайшая встреча состоится дней через 10, пообещал Айнур Мениханов. Егор Орлов, Дмитрий Кравченко, Челны 24.